может быть кратенько быстренько можно еще будет кого-нибудь взять алена привет привет а как почему я не могу что то что меня закрыла инстаграм ладно я себя не вижу но тебя вижу это самое главное да это самое главное мы тебя видим то слышим какой у тебя запрос с него сейчас мы сформируем желание отношения с мужчинами что не так так повторяется постоянная такая программа контроль над ними и становлюсь как мама и естественно все уходит а вот истинно свое желание не пойму какое я хочу хочу сильного мужчина но при этом не хочу сама быть слабой короче я хочу быть в равноправных отношениях с мужчиной отлично я показываю тебе карты а ты сейчас не рассказывай что ты видишь детей много разных детей и каких-то еще зверинцев что для тебя дети дети это как-то как будто на них надо много времени тратить хорошо что еще дети с чем ассоциируются переполох хорошо а почему здесь много детей это разные как будто как будто один но разные маски хорошо ладно а здесь один ребенок он счастливый он радуется у него такое все прекрасно все с интересом все новое вот как он идет куда-то новое он катится с горки здесь что для тебя катится с горки ну да в принципе как вся жизнь идет вверх вниз такие разные ситуации катится но бывают такие моменты скатываюсь здесь зеленый свет трое переходят как семья и один как будто говорит вот он правильно делает они идут по пешеходному переходу на зеленый свет здесь как будто он рад не радуется а играет на батуте прыгать но в то же время все время как будто надо что-то учить и делать серьезный вид не может порадоваться здесь красный мост как будто светофор красный и как мужчина тянет женщину как будто тянет ее за собой она тут мост обрывается и он как спасает ее спасает женщину здесь бабушка что она а играет собачками то есть но она недовольная собака у нее что забирать но она смотрит это недовольно а рядом внук он радуется и пытается что испугать он играет свою игру а бабушка тут недовольна что ее отвлекают от домашних дел здесь шабаш какой-то люди зверей что они делают каждый с каким-то как оружием да как будто каждого что-то свое каждый что пытается доказать о своем и сверху там такая морда была большая зубами пасть здесь любовь а плюс е она под зонтиком на лодке вдвоем плывут мужчина тут веслом то есть он как бы девушку под защитой она под зонтом идиллия такая а девушка готовит код что-то она хватает но на кого-то посматривает на нее кто-то там обратил внимание что-то она варит какое-то зелье что-то как будто творит свое хочет чтобы было как она хочет и машина это как на краю как экстрим какой-то них адреналин так уже на краю она а здесь такой большой зверинец сверху а внизу как парочка обнимаются и кто-то на них как сверху смотрит с такими большими клыками а захватить их хочет что это не знаю бытовуха бытовуха хочет захватить парочку парочку а что ты что-что обрывается что ты чувствуешь здесь ну в принципе здесь опасность я не чувствую потому что он вроде как и с большими клыками но в то же время он такой яркий и у него много всяких таких интересных штучек и как будто у него даже улыбка но хотя здесь вот один чем символизируется не знаю вижу что он как тут один прижал другого как в защиту тоже а вот этот вверх не могу понять как будто много глаз как будто кто в этом смотрит так ребята из эфира подсказывайте что здесь на карте может быть изображено какие чувства а чувства это пара и страсть хочет их захватить тут он подсказывает нападение что за нападение контроль страх пугает давай перечисляю свои идеи общественные страхи здесь есть как пугать но она не сильно прямо пугает вот будто она что как будто хочет захватить да но в то же время тут как они ограждаются от этого а это это что с чем символизируется с какими ассоциациями у тебя вот это вот чувство это что такое тут много глаз ну да и вот я глаза вижу что много кто-то смотрит общественно как мнение какое-то как надо да ладно хорошо давай посмотрим твои шаблоны мешающие тебе с твоими отношениями равноправными да что мне мешает строить равноправные отношения что мне мешает быть в отношениях любви кайфа радости да так вот здесь вот куча интересов твоих который ты сказала что которая переполох время забирать какой вывод делаешь занимать всем подряд у тебя много интересов очень много интересов которые ты свои собственные интересы и себе не разрешаешь у тебя ты там перечисляла много чего блин я уже забыла эти слова которые ты перечисляла я когда начала тебя слушать у меня уже самые мысли пропали блин дети это интерес этот импульс это что-то новое это познание оно у тебя в масках давай вспоминаем как в моих страхах если вот интерес что-то новое то это же всегда нужно как-то оставить все старое ну и что-то новое это преодолеть как будто как оно пойдет ну не знаю как идти в новое может быть страшно иногда у меня знаешь что пришло ты как только начала объяснять и сразу мне эта картинка сложилась что у тебя очень много интересов своих но они для тебя на втором плане потому что это суета это переполох это еще что-то то есть ты не занимаешься своими собственными интересами а в отношениях равноправных главный каждый должен заниматься своими интересами а не сливаться в другого человека да то есть твои интересы подавлены класс дальше твой интерес падает с горы ты воспринимаешь свои падения ну ты сказала organisations у нас в жизни есть выnier взлеты и так далее да и в семье ты планиров их по четыре твой Этот чувак катится с горы Это же игра, это наслаждение Катится вниз А для тебя катиться вниз Это как падение То есть ты воспринимаешь своим фокусом внимания Что если ты катишься вниз То это плохо Ну да, потому что Это как много Давай это теперь на отношения Переформатируем То есть если у тебя в отношениях Какое-то падение Это идёт твоё расширение, твой фокус внимания Что они рушатся Развиваем тему Давай дальше Вспомни в своих отношениях Где они у тебя рушатся Какой-то пример Чтобы ты сейчас поняла о чём речь Ну рушатся Когда Я начала осознавать уже Что моя роль Моё поведение Оно Такое, как в прошлых отношениях И когда я начала это менять Тогда уже всё и закончилось То есть уже как бы поздно было Ну либо я прошла уже этот урок Я не знаю как Но в моих вот таких вот представлениях Это когда Вот всё начинается уже такое Всё гладко, стабильно И неинтересно Вот всё как бы предсказуемо Тогда уже вот как будто это Нету чувств А когда ты пошла вниз Либо вверх То это же уже нестабильное Это развитие Это же уже хорошо А для тебя это разрешение Вот твоя стабильность Это и есть разрушение А когда у тебя Американские сборки Это же наоборот развитие Это же наоборот То, что может Ваши отношения укреплять То есть тебе надо Сменить фокус Внимание Со стабильности То есть Ты сам понимаешь То, что надо выходить Из стабильности Но как только ты выходишь Из стабильности Тебе кажется Что у вас рушатся отношения Но ваши отношения Именно в стабильности Рушатся А когда вы пошли вниз Наоборот Может укрепить Ваши отношения Я понимаю Ну да Это как в жизни Да Такое Блин Наши отношения Ну как во всём Я имею в виду В другом Вот здесь Ты сказала Он говорит так Зелёный свет Вот тут правильно Надо правильно делать Помни Что ты говоришь То, что он Как акцентирует Внимание Что вот они идут На пешеходном переходе И на зелёный свет Как контролирует Такое То есть Ты контролируешь В отношениях Что правильно А что неправильно А нужно что делать Ну Принимать как есть Наверное Постоянно думать Как по-новому будет Ну тебе надо Уходить от правил Потому что твои правила Твои отношения Рушат То есть Как правильно жить Как ему себя вести Как мне себя вести То есть Ты пытаешься В какие-то Некие правила Себя поставить А нужно наоборот От них уходить Вот тебе Мешает Твой шаблон Вот правил Которые ты себе В отношениях Ставишь Но когда Вы вдвоём Непредсказуемы И счастливы Просто Ни почему Потому что Вместе Вы можете Познавать Чего-то новенькое Тогда ваши отношения Будут развиваться А когда ты Пытаешься Всё контролировать И поставить Это и правила Они у тебя Рушатся Следующее Вот Да Ну он тут Как будто Должен играть И радоваться Но в то же время Он тут так же Само контролирует И недовольный Постоянно Чем-то недовольный Чем-то учит Там себе А другой За ним Наблюдает И Тоже Такой Непонятки Ну тоже Нерадостный Я скажу Вы конечно Меня извините С какой стати Без меня Разбор Вика Блин Поражалась Тебя Ой Он здесь Одновременно Пытается Сделать Кучу дел Ещё Да Он И пытается И развлекаться И делать Умный вид Вот Как это Переложить На твои отношения То что Не могу Расслабиться Вот этот Мой контроль Который Не даёт Расслабиться Что всегда Надо быть Как будто Включённой И Не проживать Момент Здесь и сейчас Не наслаждаться Этим А уже Постоянно Думая Или о прошлом Или уже Прогнозируя Будущее То есть Объяснять Не надо Эту карту Ты поняла Дальше То что Рушит Ваши Отношения Тебе От мужчины Нужна Поддержка Определённая Да Ну как Мы привыкли Да Что мужчина Должен Вот И Мужчина Нас должен Спасать Но это Не так Тебе Не надо Ждать От мужчин Что он Тебя Будет Спасать То есть У тебя Слишком Много Ожиданий На мужчин Но В равноправных Отношениях Это же Не папа Не мама Которые Тебя Будут Спасать Учить И что-то Делать Отношения С мужчинами Должно Складываться На таких Понятиях Как Просто Взаимное Ну блин Взаимное Офигенное Время Провождение Да А не то Что он Тебе Что-то Должен Тем более Спасать Ты накладываешь На мужчину Определенную роль Роль отца Ну У нас отец Спасает Да Все за нас Роль отца Какая Он нас Учит Там Ну Отцы делают С детьми Воспитывают Воспитывают Да Воспитывают Да Тебе Тебе Нужно Отстать От мужчины И видеть В нем Отца Ты примерно Понимаешь Где-то В отношениях Перекладываешь Ответственность На мужика Да На картах Везде Ты 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 сама Себе Мешаешь Отвлекаешь 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 В совместную В совместную В совместную деятельность Там готовки Уборки Или еще Еще что-то Вот Но Не брать на себя роль Уборщицы Поварихи Там Еще чего Потому что Мужчинам Не борщи На самом деле Нужны Это вообще Программа Такая Заблуждение Что я вот Сейчас буду Варить Борщи Сидишь Такая Варишь А он К любовнице Ушел Которую Одаривает Подарками И все Такое Потому что Ему нужно Другое Чувство Нужны А не борщ Вот здесь Вспомнишь Что ты говорила Папа Собрался У каждого Какое-то Своё оружие Или какой-то Инструмент Как будто Каждый Что кому-то Хочет Доказать Показать Доказать Ну и сверху Тоже на них Кто-то смотрит Какая-то Акула Не знаю Большими зубами Где-то В отношениях Контролируешь Смотришь Чтобы где-то Что-то доказать Постоянно Какая ты хорошая Или Люби меня Вот я такая И сякая Есть такое? Да Есть как такое Может где-то Соперничество Ну Показать А что я Я могу А потом Ты же при этом Чувствуешь Неудовлетворенность Потому что Любят тебя Не за то Какая ты есть На самом деле Да А любят тебя За твои достижения Тебе же Это самой Не понравилось Это вот Женщины Недавно Доказать Доказать Показать Украсивить Нас любят А не потому Я такая Просто Женщина На этом свете Почему ты Меня не любишь Просто так Почему ты Меня любишь За что-то А за это За что-то Оно уже Не долго Держится То есть Мы на этом Крючке Долго Не удержим Никого Я поняла Ну так Так оно и Получилось Мужчинам тоже Нужен борщ Я согласна Но борщ Надо готовить Не для того Чтобы его Удержать Посмотри Я какая Классная Я готовлю Борщ А потому Что это Естественный Процесс Жизни Потому что Борщ Я тоже Есть хочу Из другого Чувства Его готовить Не для того Что я Сейчас Его приготовила Борщ Я классная Жена Это я сейчас На Отвечаю Комментарии На комментарии Я поняла Вот я Борщ сварила Вот люби Меня Смотри Какая классная Жена Вот так Долго Не удерживаем Мужчин Вот А когда Мы его Готовим Для себя Ну и Параллельно Еще этим Борщом Накормим И любимого Человека Не потому Что я Классно Борщ Готовлю Это естественный Просто Ход жизни Нормальный А кто-то Прям реально Борщом Удерживает Там Или еще Чем-то У каждого Там свои Какие-то Зацепки Ну и У тебя Внимание В отношениях На нем А не на себе Ты сливаешься В отношения Понимаешь? Да Вспомни Где ты Сливаешься В отношения И все Для него Внимание На нем А на себе Кто себя Любить Будет Когда мы Себя Полюбим Мы можем Эту любовь Транслировать Вовне Но если мы Себя Не любим Мы пытаемся Наблюдать Только других Людей Жить Транслировать для себя, в первую очередь. Рутина, она убивает отношения. И вот ещё ресурс твой. Она готовит зелье. Я всё пыталась спросить, что такое зелье для тебя. Ресурсное состояние, в котором ты должна находиться каждый день, чувствовать себя вот так. Она варит зелье. Что для тебя зелье? Ну, это такое внутреннее состояние, когда я иду во что-то с этим интересом. То есть думаю, как оно это будет, когда вот что-то новое. Вообще я люблю всё новое. Но всегда с опаской. Но иду туда. И вот тут тоже как такое, не знаю, как игра такая. Как оно сейчас будет, если я сделаю вот так, а не так. Как-то по-другому. А зелье ещё, ну, у меня ассоциируется с каким-то, с какой-то мистификацией, колдузом, что-то я сейчас такое сотворю. Ну, это и есть у меня такое. По состоянию феи. А ты ещё такая говорила, подсказывает. Она сказала, делает по-своему. Да. Когда ты делаешь по-своему, не то, что тебе говорят, как надо, а как ты хочешь. Вот это было ключевое. Алина, спасибо. Ты очень внимательно сейчас подсказала в комментариях. Она делает по-своему. Ну, иногда вот это, мне кажется, это не манипуляция, что по-своему. Это что за шаблон такой, я делаю по-своему, как я хочу, живу по своим желаниям, это манипуляция? Манипуляция над собой, если ты делаешь не по-своему, не по своим желаниям. Наоборот. Ты должна жить по своим желаниям. Когда ты счастлива, ну, мир такой же счастливый, как и ты, как твоё отражение. Но если ты делаешь не по-своему, а как марионетка, по надо, по правилам, тогда ты же несчастна. Любому человеку, любому человеку рядом хочется, чтобы были счастливые люди, да. У мужчин главное, чтобы женщина ему была счастлива. Единственное условие мужчины, при котором он будет находиться с женщиной бесконечное время, это когда будет видеть счастливую женщину. Если женщина недовольна, мужчина от неё быстро сбежит. Я поняла. Вечно в истериках, в недовольствах, в упрёках. Ну, блин. Кому нужна такая женщина? Счастливая женщина, она вдохновляет мужчину на поступки. Она вдохновляет его творить, что-то делать, понимаешь? Он начинает зарабатывать деньги, потому что он вдохновлён, окрылён, у него полно любви, его наполняет женщина. Когда она счастлива? Ну, если она несчастна по каким-то причинам, ну, он скопытится, он из миллиардера становится миллионером, потом бомжом. Уточнение нормального мужчины. Давайте не будем делить на нормальных и ненормальных. Нормальных — это норма, это копия. Это тот, кто пытается найти какой-то эталон, исследовать, быть не на своём месте, быть не своим уникальным пазлом, не хопа... хопа сапиенс, хочу сказать. Хома сапиенс. Не уникальный. Нормальный мужчина — это ненормальный. Каждый должен быть уникальным и ненормальным, потому что норма — это копия, это не творец. Поэтому это очень хорошо, если вы ненормальный. Не надо быть одинаковыми и занять, пытаться чьё-то место. Мы все ненормальны. Правильно, Виктор. Так, вот твоё ресурсное состояние. Здесь группа поддержки нам сейчас подсказывала, сколько времени, честно говоря, пока не дошло до меня. Давай я с тобой опять вместе копаться. Твоё ресурсное состояние. Вот это вот любовь, мур-мур, всё такое. Вот это что? Может, это тоже какой-то адреналин? Вот это какие-то скачки, чтобы не было всё ровно, а вот что-то такое нужно? Нет. Ну, что-то новое всегда. Как ещё можно это развить? Чат поддержки подсказывайте. Должен захватить интерес. Вот Виктор подсказывает интерес. Угроза отношения. Кстати, то, что нас не убивают, делает нас сильнее. Здесь тоже есть такая интересная истина. Чем больше вы вместе проходите каких-то бешеных состояний, американских город, тем ваша любовь укрепляется. Если вы вместе друг друга поддерживаете. Когда у вас всё хорошо, отношения развалятся от скуки. Ну, от рутин, естественно, домашней. То есть поддерживать в любых ситуациях друг друга и кайфовать. Это хорошо, что с нами это случилось. Почему-то это хорошо. Должен быть демон в отношениях, да. Демон-даймон, бриллиант. То есть разрешай любым событиям в вашей жизни присутствовать, при этом всегда с поддержкой. Ну, мне нужен, да. Но отношения уже... Ну, сейчас... Просто не совершай вот этих вот ошибок. У тебя должен быть свой интерес. Мужчине заниматься тоже своими интересами. Очень многие женщины пытаются, как я раньше, признаюсь, малая, неопытная, пыталась всех под одну гребёнку, какой он должен быть, перестроить, переделать. Вот ты должен быть такой, ты должен... Это я, блин, за всех всё знаю. Блин, шаблон я всё знаю. Это мой. Вот. Разрешай заниматься любимым делом мужчине. Вот он что хочет, поддерживай его в этом. Не пытайся навязать ему свои интересы и при этом занимайся с собой. Перестань контролировать, как вам правильно жить. Перестань сливаться в отношениях. Перестань вот эту вот одинаковую ежедневную рутину делать. Не ищи в мужике спасателя, потому что на самом деле нас спасать не надо. Мы все можем легко выходить из ситуации. Не пытайся делать кучу дел одновременно, тотально наслаждайтесь моментами. Он здесь и веселится, и работает одновременно. Так, ладно. Ну, ты поняла? Да. Спасибо большое. Это моё желание было как раз с тобой быть в эфире. Это самое важное. Ну, это такой... Не осталось. Такой лёгкий, по лайту. Можно глубже, конечно, это всё разбирать, прям брать и разбирать там все поступки. Можно это всё разбирать, но это долго для эфира. Поэтому мы сейчас такой мини-экспресс проводим. Спасибо тебе большое, что ты не побоишься. Спасибо. Огромное. Целую. Пока целую. Отключись. Я не знаю, как тебя отключить. Отключаюсь, отключаюсь. Ребята, кто-нибудь хочет ещё на разбор? Я не знаю, как тебя отключить. А, вот. Кого-то я уже добавила ещё. Так. Обнимаются они... Так, не дочитала. Подожди секунду, я сейчас дочитаю. Обнимаются они и ждут обновления отношений. Они ждут чего-то нового. Так. Нелли, запиши эфир, пожалуйста, отправлю ссылку бывшей жене и сам пересмотрю. Хорошо, Дмитрий. Давайте девушку после развода. Так. Рассказывай, как тебя зовут? Привет. Кристина, привет. Как? Меня слышно? Давай я наушники сниму. Плохо чего-то оно тормозит со звуком. Всё, сняла наушники. Как зовут? Кристина. 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 Какой у тебя вопрос? Какой вопрос? У меня вопрос... Вопрос, вопрос, значит, по поводу того, вот как идти в новое. То есть я как бы понимаю, я у тебя была на сеансе движения сердца, ты мне всё рассказала, но всё равно постоянно я не понимаю. Вроде делаю что-то по-новому и думаю вот, ну я, короче, хочу там, допустим, успех, денег, и там постоянно делаю что-то новое. Но мне кажется, что это всё типа не то. Ну тут карты не помогут, потому что это не желание, а просто ты хочешь понять, как идти по-новому. Да. Чтобы делать что-то новое, нужно одно условие. Как бы что мешает типа добиться успеха? Бог. Сформулировала. Это не желание. Я хочу добиться успеха, это желание. Да. А что такое успех? То, что ты делаешь и приносит результат. Какой результат? Дело в том, что любое наше... Наша жизнь — это результат наших желаний. Каждая секунда в этой жизни это результат нашего желания. у нас всегда результат. Каждую триллиардную долю секунды результат чего-то. Ну да, я это понимаю. Ну, в общем... И вот у меня желание как бы понять, ну, что, какие шаблоны мне мешают типа прорваться именно в работе. Вот это всё. Мы желания с тобой мы желания с тобой не сформировали. Я хочу добиться успеха. Я не знаю, что такое успех. Я хочу добиться результата. Но дело в том, что любой результат — это результат. Чего конкретно ты хочешь? Хочу результат от своей работы. Я его не вижу. Когда работы нет, это тоже результат. Безрезультативный, но это результат. Какого результата ты ждёшь? Деньги. Больше денег. Я хочу денег. Что такое деньги? Ну, это мои желания. Что-то я покупаю на них, получаю вот эти чувства, радость там, вот это всё. То есть для меня... Я как бы осознаю, что это для меня. Они, по сути, как бы мне не нужны. Типа я просто покупаю какие-то свои желания на них. Чувства даю себе там, я не знаю. Тогда ты хочешь не денег, ты хочешь желания. А желание тебе зачем? Чтобы ощущать радость постоянно в новое, потому что я тоже не люблю вот это сидеть, я постоянно что-то делаю, даже если дома. Вот. Ты хочешь не денег, не желаний, ты хочешь радоваться этой жизни. Ну да. Уже всё перебираем и никак остановиться не можем. Я не могу формулировать желания. Не могу сформулировать. Ну я ж тебе сформулировала, хочу радоваться жизнью. Ну да. Или опять не устраивает желание. Да, да, да. По сути, ну всегда к этому сводится. Так а чё, что ты тогда какие-то промежуточные результаты тут мне бы даёшь? Ну, как всегда. что такое радость? Радость? Ну, она всегда разная, не знаю, как её определить. То есть, она постоянно разная. Я опять хочу я хочу разное. Чего разного ты хочешь? Ну, я не знаю, вот я когда что-то ем, у меня такая радость. Потом, допустим, я пошла покаталась там на лыжах, у меня какая-то другая радость. Ну, то есть, постоянно она разная. Вот, у тебя постоянно какая-то радость. В чём проблема? Сейчас я её как бы не ощущаю. Как будто, типа, искусственно пытаюсь. Ой, я ничего не слышу. Заедает. Сейчас ты что сделала, чтобы ощутить радость? Ну, типа, на данный момент, да? Ну, ты же сейчас хочешь радость ощутить? Что ты сейчас сделала, чтобы её ощущать? Ну, ничего такого, типа, просто сижу себе, там, что-то читаю, что-то смотрю. И что, ты не видишь в этом ответа? Ну, чтобы порадоваться, надо что-то сделать, а ты ничего не делаешь, ну, поэтому у тебя её нет. Ну, типа, я делаю то, что мне нравится, но мне как будто это не приносит радости. Ну, то есть, вот как-то так. Потому что ты делаешь то, что тебе нравится. А то, что тебе нравится, ты уже знаешь. Там нету радости. Радость, она в творчестве. Творчество — это то, что тебе ещё неизвестно. Если ты будешь делать неизвестные вещи, то они будут приносить тебе радость. А это тебе уже известно. Ты то, что уже придумала, ты уже это прожила. Там нету энергии, там нету радости. Радость — это физиологическое в теле чувство, которое показывает то, что мы наполняемся энергией. Энергией мы наполняемся, когда у нас есть какой-то интерес узнать что-то новое. Что ты сейчас делала нового, вот прямо здесь и сейчас, чтобы порадовать себя. Ничего. Ну вот сначала сделай, а потом скажи, а меня это не порадовало. То есть я как бы не знаю, что значит что-то новое. То есть для меня как бы я вроде, допустим, даже, грубо говоря, выпила по-другому кофе, мне кажется, что это какой-то, типа, вот, вот, не знаю, какой-то у меня в голове, типа, бред. Что это что-то не то. Ну ты сейчас в эфир вышла. В первый раз со мной здесь сделала новый шаг. Тебя это не порадовало? Я пока в шоке. Там это, но организм не осознаёт. То есть тебя это сейчас не радует? Радует, радует. Сейчас что ты сделала, чтобы увидеть в том, что ты сделала новый шаг, и он тебя порадовал? Вышла в эфир, нажала кнопку, сделала что-то по-другому, никогда такое не делала, ни с кем не выходила, даже вот кого смотрела. То есть ты сделала новый шаг, порадовалась, и продолжаешь мне говорить, что тебя это не радует. Но как только я обратила твоё внимание на это, ты увидела, что у тебя радость всё-таки была. Да. Значит, какие два фактора нужны для радости? Действия. Постоянно что-то делать. Ты делаешь. И обращать внимание на себя. Ты делаешь новые, но ты их не наблюдаешь, ты не видишь. Но если ты обратишь внимание на то, что ты делаешь, ты увидишь в этом радость. Но ты же не обращаешь на себя внимание. Ключевое здесь внимание. Я обратила твоё внимание, что сейчас ты сделала новое действие, и ты обратила на это внимание. Действительно, я же сделала новое действие, которое никогда не делала. Ну как? Это могло бы меня не порадовать. Оно же меня радует. Но радость — это не ха-ха-хе-хе. Радость, она не то, что мы придумываем для себя. Она тихая радость. Внешняя радость — пойти себя порадовать мороженком, ещё чем-то. Это искусственная радость. Она не наполняет. Энергии нас наполняют. Новые действия, когда мы своим фокусом внимания видим, что мы сделали новое действие. Ну вот и в работе. Я делаю что-то по-новому, но я не обращаю на это внимание, и мне как будто нерадостно. Я типа, ой, ничего опять не уходит. Типа, вот такое вот. Не могу, типа, то, что хочу получить. Тебе надо учиться обращать внимание на себя. И этому никто тебя не научит. И на картах я тебе ничего не расскажу. Ну понятно, да. Тебе надо следить за собой просто. И обращать на себя внимание. В моменте просто, когда что-то делаю. То есть посвяти всю свою жизнь на то, чтобы обращать внимание на себя, жить в моменте, здесь, сейчас. Когда ты живёшь в моменте, здесь, сейчас, в сей часе. Сей час — это сей часе счастье. Ты будешь испытывать счастье только в моменте, сей час. Счастья потом нет, вчера тоже нет. Его нигде нет, только в сей час. Когда ты ощущаешь, что ты делаешь, что ты чувствуешь. Я ем. Я не чувствую радость. Но как только я обращаю внимание, что я ем, вот отключила мозги, перестала думать о работе, смотреть на фильм, разговаривать по телефону, слушать музыку, а видеть, что я ем, я начинаю чувствовать вкус еды, запах еды, цвет. И когда я там разрезаю помидорку и прям вижу, как она там у меня расползается, я испытываю радость, когда я фокусом внимания на то, что я делаю. Но если я не вижу, что я делаю, у меня мысли где-то там, то, естественно, мне это не приносит радость. Как только я обратила на это внимание, я начинаю испытывать вкус еды, запах еды, понимаешь? В моменте, здесь, сейчас. И этому никто не может тебя научить. Только самодисциплина. Находиться в моменте, понимать, что ты делаешь и что ты чувствуешь. Как только ты что-то чувствуешь, ты начинаешь радоваться. Неважно, что ты чувствуешь. Радость, она не там, что я сейчас пойду в кино, посмотрю кино, оно меня там порадует. Да нихрена подобного. Радость, это вот в моменте, сейчас, видеть, что я делаю. Никакие тут шаблоны нам не мешают находиться здесь. Это мне кажется, что я как бы за собой слежу, я отслеживаю, как бы вроде. Мне кажется, что вот у меня что-то в голове, какие-то шаблоны мне мешают. То есть, короче, я сама себя накручиваю. Разбери шаблон, кажется. Что я беру? Мне кажется. Ну, ты сама вот слышишь, да, что ты говоришь? Ты сейчас вышла в эфир, да, и даже не обратила внимания на это. Надеюсь, я тебе популярно всё объяснила. Всё, прям. Всё-всё-всё, спасибо. Так, отключись, пожалуйста, сама, я не знаю, как тебе тут отключить. Я сейчас отключусь. Давайте следующий разбор. Ожидание навешивает. Да, она ждёт радость искусственную эту. Откуда-то, вот я сейчас что-то сделаю, куда-то пойду, там, мороженое съем, фильм посмотрю, вот тогда я, типа, порадуюсь. Наша жизнь настолько необыкновенна. Вот в каждой миге, в каждой песчинке, которую мы сотворили в этой жизни, это ж такое необыкновенное чудо. Прикиньте, мы как творцы создали вокруг себя такой прекрасный мир, такое классное тело, такие события. Мы творим каждую секунду своим желанием. И все чудеса в самых обыкновенных вещах. А если мы будем гнаться за чем-то таким метафоричным, это будет бесконечная гонка вечной депрессии и уныния. Потому что оно где-то там, ну, никогда не наступит. Сейчас упускаем каждый миг жизни просто, когда гонимся непонятно куда. Не ценим то, что делать, да, вот прям про неё. Осознанно кушать потрясающее переживание. Да вы не представляете, что осознанно проживать каждый вдох уже потрясающее переживание, не только кушать. Попробуйте сегодня, завтра, не знаю, сегодня кто кушать на ночь будет, у кого уже утро, с завязанными глазами покушать. Я часто такое экспериментирую. Сейчас хожу на массаж с повязкой. У меня повязка чёрная на глаза. Я, короче, с ней сейчас не расстаюсь. Я дома бывает полдня хожу в повязке на ощупь. Блин, это просто круто. Ем в повязке иногда, это очень круто. Слушаю эфиры в повязке. Вообще другие ощущения. Какие-то эксперименты надо проводить.